Ас-саляму алейкум и рахматуллахи и баракату, с вами Умалик, и мы продолжаем с вами изучать правильное чтение суры Аль-Фатиха. Напоминаю, что для того, чтобы не пропустить очередной урок, полезный для вас, прошу вас подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы вовремя приходили к вам извещения, потому хотелось бы, чтобы как можно полезнее были эти уроки для вас. Мы с вами остановились на букве Ха, и у вас был комплекс упражнений, которые, аль-хамдук-бля, исправляют многие и присылают мне уже вариант, и я комментирую и подправляю, если есть необходимость. Поэтому, кто еще этого не сделал, посмотрите под видео, как это сделать, и, иншаллах, жду ваших записей. И мы переходим к следующей букве этого слова, это буква МИМ. Буква МИМ после буквы Ха, вот она. Здесь интересно еще написание, то есть мы видим написание, когда обычно пишется на строчке и какие-то буквы опускаются ниже строчки, но в этом, конкретном примере, мы видим, что еще буква Ха, она как бы подпрыгнула над буквой МИМ, да, то есть это такой шрифт, соответственно, который это позволяет, и в Коране будет достаточно много таких примеров. Иншаллах, по мере возможности, я буду вам на них указывать. Итак, у нас следующая буква МИМ, да, которая Ха, и вот у нас МИМ. МИМ здесь пришла с Фатхой. Ну, внимательно, да, так как она прыгнула друг на друга, то Фатха, она немножко как бы над вот этой частью оказалась. Здесь у нас МИМ и Фатха. По поводу Фатхи с МИМ, внимательно, помимо всех тех важных моментов, которые я говорила в предыдущем и позапредыдущем урокам, да, то есть несколько уже уроков, акцентирую на том, как произносить Фатху и основные моменты. То есть буква МИМ часто почему-то происходит так, что сёстры, братья, да, то есть все читают, ну, часто читают её твёрдо. Ма, ма, да, то есть вот так вот получается. Очень внимательно здесь надо, что Фатха, даже если вы правильно сделаете, но будет напряжение в задней части языка, и язык будет такой как бы расплюснутый с задней части языка, да, этот звук даёт такую твёрдость. Этой твёрдости нам не нужно здесь. МИМ — это мягкая буква, и поэтому у нас и с Фатхой она должна звучать мягко. МА, МА, да, с Фатхой МА, а не МО. Поэтому этот момент учитывайте и произносите верно. Также иногда другая крайность бывает, когда МЭ, да, АРУАХМЕНИ, внимательно. Этого не должно быть. Вот это МЭ и МО, да, то есть МА, МА на звук. А, ну, не твёрдый, не переходящий в Э. После АЛИФа, ой, после Фатхи, то есть, да, мы видим в написании соединена с МИМ следующая буква, буква НУН. Но над НИМ мы видим вот такой маленький АЛИФ, да. Обычно АЛИФ, он пишется после буквы. Здесь после буквы МИМ мы видим маленький АЛИФ, который стоит как бы над МИМ, да, как между МИМ и следующей буквой. Это говорит о том, что здесь МИМ с Фатхой читается, и после неё есть АЛИФ, который бы, ну, если бы у нас было написание строго, потому что пишется, и произносится, вернее, да, то мы писали бы МИМ, АЛИФ, и потом было бы в пространство ИНУЛЬ. Но это АЛИФ, она как такая маленькая буква, которая приходит в Коране, и она будет читаться. Да, слева вы видите вариант написания, да, который без огласовок и без этих дополнительных знаков, да, ну, здесь точку ещё можно было забрать, чтобы вообще не было дополнительных знаков. У неё... Вот сейчас обратила внимание. То есть изначально в Коране, да, знаки отсутствовали вот эти дополнительные, и впоследствии для облегчения добавлены были. И как и ФАТХА, это АЛИФ подразумевается, что она там есть, но она уже добавилась для того, чтобы легче было и более точно правильно читать. Вот видим маленький АЛИФ, который мы видим. Значит, здесь мы тянем это слово, да, этот АЛИФ, тянем долгий АХАРФ, ну, ДАХАРАКАТА, как говорится, МА, МА, это буква тянется. Если мы посмотрим, например, РА, то МА, вот эта длина, она в два раза больше, в два раза больше, чем время, когда говорят РА, РА, МА, да, то есть оно должно быть в два раза больше, в два раза дольше. И теперь переходим к следующей букве, это буква НУН, последняя буква в этом слове. Буква НУН, мы видим, уже в окончании пишется, опускаясь ниже строчки, ну, и одна точка есть над ней, сверху, да, вот как бы посередине. И НУН приходит с КАСРАЙ, то есть это у нас НИ, 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 да, то есть здесь внимательно КАСРУ читаем точно, четко, ясно, как мы ее уже про это говорили. Хотелось бы оговорить небольшое такое правило, которое уже встречалось у нас, но на него как бы сильно не акцентировано внимание. это то, что в арабском языке при остановке обычно мы останавливаемся на СУКУН. То есть если какое-то слово в Коране, будь то это в конце аята или в середине аята, и мы на него хотим остановиться, ну, конечно, должно быть так, что смысл это не искажает, эта остановка. Ну, предположим, что слово не имеет искаженного смысла при остановке или, в общем, да, смысл как бы всего аята или там нескольких аятов, и вы хотите остановиться, то основная огласовка – это остановка на СУКУН. То есть остановка на СУКУН. И при остановке на СУКУН, ну, звучание каждой буквы такое специфическое, может быть, особенное, да, потому что на СУКУНе у нас буквы могут отличаться длиной. У нас несколько вариаций там по произношению. Например, буква СИН у нас встречалась, да, мы говорили БИССМИ, БИССМИ, то есть, ну, допустим, если СИН бы была последней, то также БИССМ, да, то есть СИН, мы не говорили бы БИССМИ быстро, да, то есть она бы сохраняла свою вот эту длину и при остановке, так и со всеми другими буквами. Например, если бы первое слово, которое в своем окончании имеет букву МИМ, имеет КАСТРУ, если бы остановились на него, тогда внимательно нам нужно соблюдать вот эту длину звука СИН и звука МИМ, да, или буквы СИН и МИМ. БИССМИ, БИССМИ, да, то есть не следует говорить БИССМИ или БИССМИ, или еще как-то, да, то есть СИН и МИМ. МИМ, возможно, в этом случае чуть-чуть короче будет, чем СИН, но, тем не менее, она никак не такая резкая, взрывная, да, то есть она не такая БИССМИ. Теперь второе слово, да, у нас здесь ЛЯ ВУЛЬДЖАЛЯЛЯ, и если бы мы останавливались на ГА, в принципе, я вам в предыдущем уроке примеры давала на домашнее задание, и там было как раз вот в вариации, как бы мы останавливались, да, то есть у нас бы было здесь ГА с СУКУНом, и так как перед ней АЛИФ, то мы тянули бы АЛИФ, ну, пока мы протяжем, там другие правила не будем упоминать, а меня интересует именно остановка, именно СУКУН, вот эти последние буквы. АЛЛАХ, АЛЛАХ, ну, то есть мы просто букву ГА читали бы СУКУНом, то есть это такие правила остановки в арабском языке. И, конечно, много других есть правил, но это основное, то, что арабы при остановке останавливаются на СУКУН. И вот это слово, которое мы сегодня с вами завершили, разбор его, да, это АРЛАХМАН, АРЛАХМАН, то есть мы, ну, АН, то есть в конце мы, НУН тоже не говорим АРЛАХМАН, НУ, да, то есть так НУН не говорится. То есть как и МИН, так и НУН, мы ее завершаем, и придерживая место произношения НУН, как бы завершаем через такую небольшую назализацию. С МИН и СНУН тоже самое. Поэтому это учитывайте и тренируйтесь, да, чтобы в дальнейшем, когда мы переходим к другим аятам, вот эти уже нюансы, они будут для вас уже знакомы, я просто буду отсылаться на то, что мы это брали, и там упоминать уже более коротко. И важно, конечно, еще очень такой момент, что сестры, несмотря на то, что знают правила некоторые, да, часто, особенно в начале чтения, и, к сожалению, это иногда продолжается дальше, несмотря на то, что понимают и знают уже правила, начинают такие делать акценты какие-то ненужные, что дает чтению резкость и как бы нарушается вот эта техника чтения, то есть показывает то, что чтение немножко такое, как будто грубоватое и резкое, прерывистое. Как это звучит? Например, бисмилляхиррохмани, да, то есть такой а-а-а, то есть это звучит, как какие-то американские горки, да, бисмилляхиррохмани, то есть так не нужно читать, да, бисмилляхиррохмани. Ну, пока мы здесь еще, да, это слово берем. Или если бы остановились здесь, да, то как бы мы прочитали? Бисмилляхиррохмани, бисмилляхиррохмани. То есть не следует ни милля там или гирва вот эти такие акценты делать. Некоторые делают, потому что, например, им кажется, что следующая буква не получится или еще что-то. Ну, плавность может приходить впоследствии, когда вы уже тренируетесь. И у вас сегодня тоже будет домашнее задание. Аль-хамдуллях, мы с вами завершили разбор слова ар-уахнан и некоторые примеры, некоторая такая серия упражнений, которая, иншалла, поможет вам сначала я вам рекомендую в отдельности их почитать, потом вот уже к слову приступать, да, чтобы это, то есть примеры, которые я вам скажу, потом ар-уахнан уже в слитном таком чтении отдельно его потренировать, а потом уже сначала аят, да, каждый раз мы присоединяем, ну, пока у нас получается по одному слову, а в дальнейшем иншалла может у нас больше получится, когда мы уже правила с вами основные уже как бы усвоим. Итак, я буду читать, делать иншалла паузы и прочитаю это дважды. Вы тренируетесь, присылайте потом, уже после тренировок. Ра-х-ма-ма-ма-ра-х-ма-ра-х-ма-ма-ni-ма-ni-ма-ni-am-ama-ama-ami. Ами, 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 аму, аму, асм, исм. И еще раз. Ра-х-ма-ма-ма-ма-ра-х-ма-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma- Я надеюсь, эти упражнения будут очень-то у вас полезны, если вы с усердием их потренируете. И, иншаллах, научитесь читать эту важную, прекрасную сурку. На этом закончим наш урок. Баракаллаху фикум. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.